Несмотря на то, что предшествующие дни были пасмурными, в День города Видное природа оказалась благосклонна к местным жителям. Начался праздник традиционно с литургии в Георгиевском храме. В ней приняли участие глава муниципалитета, руководители администрации городского округа, общественники, представители депутатского корпуса. И яви всем нам богатую милость твою, вся нам согрешение презирая. Молимся тебе, услыши, помилуй. После молебна жители города, глава городского округа Алексей Спаский и председатель Совета депутатов Станислав Радченко, в сопровождении почетных гостей и представителей духовенства, возложили цветы к вечному огню, памятника павшим в Великой Отечественной войне. Это тоже уже стало одной из традиций празднования Дня города. Мы обязательным образом посоветовались с Роспотребнадзором, официальным порядком, получили от них неким образом рекомендацию. Рекомендацию. Исходим из того, что день рождения есть, погода замечательная, настроение людей, которых мы встретили на улице, оно тоже такое радостное, позитивное. И хотим те мероприятия, которые у нас записаны, которые стоят в расписании, провести на самом-самом высоком уровне. Таким образом, еще одно событие, без которого не проходил ни один день города, праздничное шествие профессиональных, творческих и учебных коллективов пришлось отменить. У камня основателям Видного прошел торжественный митинг, где и представители муниципалитета, и гости отметили, как преобразился город в течение последних лет. Те, кто приехал недавно, они думают, что так всегда и было. Ну, конечно, совсем разные были вещи. И в то время, когда я был кандидатом только, я только входил в курс, а сейчас я прекрасно вижу, что район, а теперь уже опору, развивается. И с года в год, со дня в день, происходят позитивные перемены. По традиции, в день города самые активные и трудолюбивые граждане, которые внесли значительный вклад в развитие города, получили из рук Алексея Спаскова и Станислава Радченко дипломы о присвоении почетных званий. Почетным гражданином Ленинского городского округа в этом году стал Моисей Шамаилов. Хочу пожелать всем столько мира, добра, счастья. Но сделайте так, чтобы этот город, этот край для вас стал родным и близким. Не ведите себя, пожалуйста, как время на прибывшие. Вы теперь жители Ленинского городского округа. Безусловно, торжественные события – важная часть дня города. Но все же это праздник, а значит, всевозможные развлекательные мероприятия тоже важны. Несмотря на ограничения, администрация городского округа нашла возможность организовать для жителей, прежде всего, самых маленьких, различные активности. По всему городу были организованы различные тематические площадки. Но больше всего, опять же, традиционно, у кинотеатра «Искра» – мастер-классы, соревнования по шахматам, подвижные игры. А историко-культурный центр подготовил небольшой иллюстрированный рассказ об истории коксогазового завода, с которого и началось видное. Вот это кокс. А теперь посмотри, какой уголь. Подними вот. А двумя руками ты одной рукой не смотришь. Ведь чувствуешь, какой тяжелый? Чтобы добыть из этого угля сколько нужно сил, какой был процесс сложный, тяжелый. Несмотря на то, что в нынешнем году праздник проходит в урезанном режиме, и хозяева и гости отмечали особую атмосферу, которая чувствуется не только во время праздничных мероприятий. Очень быстро растущий регион Московской области. При этом еще сохраняет свою историческую идентичность. И самое главное, это тот комфорт, который мы видим. Душа и внутренний порядок, распорядок, который здесь в свое время был создан людьми, он сохраняется. На стадионе Видновского художественно-технического лицея проходили спортивные соревнования. Семи восьмилетние ребята из пяти поселений приняли участие в старте первенства Ленинского городского округа по футболу, который тоже приурочен к 55-летию города. Поэтому он и проходит в городе Видное, потому что у нас сегодня праздник, и мы всех с ним поздравляем. Таких турниров вот для этого возраста будет шесть. Два в Видном, вот это первый. Два будет на Володарке, и два будет в совхозе Ленина. Завершился день города традиционным салютом. Посмотреть его собралось немало местных жителей. Максим Козлов, Александр Логинов, Татьяна Барулова, Сергей Ларин. Видное, ТВ.